О том, чем жила Украина в этот понедельник, 1 мая, в студии работает Дарья Вершилинка. Мои коллеги собрали для вас картинку этого дня. И вот что у нас в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Провокации российско-оккупационных войск продолжаются. С начала суток 25 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам. На Приморском направлении возле Павлополя били из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении огнем из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. Боевики накрыли позицию ВСУ вблизи Луганского. По защитникам Верхнеторецкого открывали огонь из БМП, гранатометов и пулеметов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия били по Новгородскому, Авдеевке, Шахте-Бутовка. На Луганском направлении из автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра враг стрелял по позициям возле новозванов. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военных, командиры принимали решение на адекватное открытие огня в ответ. С начала суток пятеро бойцов вооруженных сил Украины ранены. В Донецкой области боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки. Пострадал местный житель. Во время взрывов 52-летний мужчина находился в собственном дворе. Осколки задели лицо. У пострадавшего сотрясение мозга. Открыто уголовное производство по статье «Террористический акт». Пока о смягчении санкций против России не может быть и речи. Кремль должен выполнить свои обязательства по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил вице-президент Европарламента Александр Граф Ламсдорф. Также он призвал канцлера Германии Ангелу Меркель занять твердую и последовательную позицию по украинскому вопросу на переговорах с президентом России 2 мая в Сочи. По его словам, с Москвой нужно разговаривать уверенно, но с позицией силы. В то же время в духе партнерства. За вклад защитников независимости президент Украины присвоил имя Богдана Хмельницкого одной из частей Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в обращении Петра Порошенко в честь столетия со дня создания первого украинского казачьего полка, первой добровольческой воинской части. Глава государства отметил огромный вклад защитников украинской независимости, борьба за которую началась 100 лет назад. В Украине – Международный день солидарности трудящихся. Долгое время праздник был символом непримиримой классовой борьбы. 1 мая 1886 года американские рабочие в Чикаго организовали забастовку. Требовали восьмичасовой рабочий день. Демонстрация закончилась столкновением с полицией. Семь человек были убиты, десятки ранены. В память о трагических событиях в 1889 году Парижский конгресс Второго интернационала принял решение проводить демонстрации каждый год 1 мая. Впервые день международной солидарности трудящихся отметили спустя год в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании и Испании. Сегодня его празднуют в 142 странах. В центре Киева состоялся Первомайский марш. Несколько тысяч людей прошли колонны от Крещатика до Европейской площади. Возглавили шествие барабанщицы. Их задорное шоу – яркая и привлекательная часть марша. Участники акции несли флаги с символикой профсоюзов. Среди них преимущественно работники и пенсионеры. Молодежи меньше. Требования демонстрантов традиционные для 1 мая. Защита прав работающего человека, достойная зарплата и пенсия. Я за мир. Я хочу, чтобы в стране восстановился мир и согласие. Чтобы во всем мире люди наконец-то перестали гибнуть в войнах. Нас не устраивают скорее те изменения, которые могут быть приняты. Нынешний Рудовой кодекс, он так ничего. А будет меняться в интересах работодателей. А нам, чтобы пенсии подняли. У нас очень минимальные пенсии. Так надеемся, что поднимут. Не дождаться октября. Зарплаты украинцев растут быстрее, чем цены. По данным Госстаты, средняя заработная плата в марте составила 260 долларов. Это вдвое больше минимальной зарплаты и почти на 9% выше, чем в феврале. Сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В целом доходы украинцев выросли на 37%. Учитывая, что показатель инфляции составил около 15%, можно говорить, что рост зарплат наконец-то опережает рост цен, добавил Гройсман. В Украине повысили прожиточный минимум. Теперь он 65 долларов для работающего населения. Для детей до 6 лет чуть меньше. 55 долларов. Увеличились также выплаты неработоспособным. Они будут получать минимум 50 долларов. Сделали также перерасчет пенсии. Изменения коснутся 8 миллионов пенсионеров, отмечают в правительстве. Однако размер повышения выплат будет индивидуальным. Кроме того, возросла государственная помощь по уходу за инвалидами войны. Увеличились выплаты ветеранам, жертвам нацистских преследований и пособия за особые заслуги перед Украиной. Из сегодняшнего дня в Украине меняется система субсидий. Это связано с окончанием отопительного сезона. Объясняют в правительстве. Прежде всего увеличат размер субсидий. Кроме того, семьи, которые сэкономили на свете и газе, получат компенсацию за неиспользованную норму. До 26 долларов. В зависимости от количества киловатт и кубов. Таких семей в Украине почти полтора миллиона. Говорят в Кабмине. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы соцзащиты. Заявления начнут принимать с 1 июля. В полночь 1 мая завершился срок подачи электронных деклараций, сообщила глава нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак. На данный момент в едином госреестре почти миллион сто тысяч документов. 29 марта нацагентство продлило подачу деклараций до 1 мая из-за технических проблем. Как обстоит ситуация с защитой прав трудящихся в Украине? Поговорим с гостем нашей студии, юристом, экспертом Центра социальных и трудовых исследований Виталием Дудиным. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Чаще всего, какие нарушаются права работающих в Украине? Я думаю, что на первом месте стоит нелегальный найм, когда человек просто без трудового договора работает и просто держится за обещание получить зарплату. Второе – это задержки зарплаты или ее выплаты ниже установленного законом размера. Напомню, что у нас до сих пор нет финансовых санкций за задержку зарплаты. Это тоже стимулирует нарушение. На третьем месте, наверное, нарушение права на отдых, а именно не предоставление отпуска в полном объеме. Каждый из нас имеет право на 24 дня отпуска в год. На практике отпроситься у работодателя даже на две недели для многих становится трудно. Как часто украинцы жалуются на нарушение своих прав трудовых? С 2017 года у нас должны были активизироваться работы госслужбы по труду и, соответственно, инспекции, которые ей подчиняются. Количество жалоб действительно возросло, но количество инспекторов сейчас неадекватно количеству нарушений. Их около 500 человек из-за законодательных изменений к этим проверкам могут подключиться органы местного самоуправления. Возможно, это будет еще около 500 человек. То есть это все равно не то количество, которое соразмерно с масштабом нарушений трудовых правил. Суммарно тысячи человек на какое количество нарушений? Примерно на 12 миллионов, 14 миллионов занятого населения. Где-то так. Суды как часто обращаются туда, если нарушаются права? Как правило, работники обращаются уже в крайнем случае, когда их увольняют. Именно дела по незаконным увольнениям у нас находятся на первом месте. Проблемы связаны с этим, то что сроки остаются очень длительными. Специализированных трудовых судов, как это есть во многих европейских странах, у нас нет. А третий аспект – это введение адвокатской монополии, когда работникам надо будет платить адвокатам за представительство в суде. То есть судебная система сейчас становится еще менее доступной. Если сравнивать с другими странами, например, с Россией, с западными странами, можно говорить о том, насколько украинский работник менее или более защищен? Если сравнивать с Россией, то у нас еще остаются некоторые преимущества в плане защищенности работников. Там трудовой кодекс был принят еще в 2000 году и фактически поставил крест на независимом профсоюзном движении. Профсоюзы просто стали опорой власти. У нас тоже явно авторы трудового кодекса вдохновлялись тем документом, который действует в Российской Федерации. Среди аналогий можно привести возможность срочного найма для работников культуры, журналистов, педагогов. Вместо постоянных трудовых договоров у нас будут заключаться такие срочные. Это вы сейчас говорите о проекте закона о трудовом кодексе. Я говорю о том общем, что есть между проектом Трудового кодекса Украины и тем, что действует в Российской Федерации и в Республике Беларусь тоже. Эти страны, как известно, не отличаются каким-то высоким уровнем демократии. И это, по моему мнению, следствие слабого профсоюзного движения. В Украине сколько сегодня профсоюзов? Я думаю, что счет идет на сотни, но всю политику определяет Федерация профсоюза Украины, которая сегодня впервые за много лет провела демонстрацию в Киеве. Но их позиция по Трудовому кодексу, по такому базовому вопросу остается нечеткой. Руководство выступает за, в то же время как низовые работники критикуют эту позицию. Потому что профсоюз даже, скажем так, официальный, системный, он тоже может пострадать от Трудового кодекса. Пример. В Трудовом кодексе написано, что работодатель сможет покладать дополнительные обязанности на работников, не предусмотренные законом, своими нормативными актами. При этом в некоторых случаях он будет советоваться только с крупнейшим профсоюзом. Это не обязательно будет организация ФПУ. Это действующий Трудовой кодекс? Нет, это проект Трудового кодекса. То есть работодатели будут создавать свои собственные карманные профсоюзы, как это есть на Киевпостранстве, например. И даже вот эти профсоюзы, входящие в крупнейшую федерацию профсоюза Украины, они будут устранены из этого процесса навязывания работникам новых дополнительных условий. Это может быть запрет на пользование социальными сетями или неразглашение каких-то фактов о своей работе за пределами рабочего места. И мы не можем знать, до чего доведет фантазия работодатель. Пока еще не принято, надо сказать, редакция этого проекта закона. Еще одна проблема, которую хотелось бы с вами обсудить, это зарплаты в конвертах. В прошлом году было снижено существенно в два раза практически ЕСВ, это налог на зарплаты. Как это повлияло на вывод зарплаты с тени? Мы провели либеральную реформу налогового законодательства, и сейчас наша страна по целому ряду параметров является таким своеобразным налоговым раем. МВФ заявляет, что ставка ЕСВ у нас была одна из самых высоких в Европе, сейчас она одна из самых низких. Из-за этого страдает пенсионный фонд Украины, дефицит не уменьшается. Это не поспособствовало пока выводу зарплаты с тени. И это уже недоработка, я думаю, инспекций по труду, которые имеют мало возможностей. Но, тем не менее, повышение минимальной зарплаты, вопреки прогнозам, оно не привело к какому-то драматическому снижению экономических показателей. У нас возрастает ВВП, количество рабочих мест и налоговое поступление, даже по налогу на прибыль. То есть, это указывает, что чем более высокие требования социального характера мы ставим к работодателям, тем больше они стремятся строить какую-то устойчивую бизнес-модель. В трудовых отношениях что вот нуждается в кардинальном резком изменении? Я думаю, что нам нужно ограничить возможность привлекать человека к разным нестабильным трудовым отношениям. Под атипичным наймом во всем мире понимается как нелегальный труд, который в наших масштабах составляет где-то, может, даже половину от официально занятых. Второе, это заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых. По гражданским договорам человек не имеет права на охрану труда, на отдых, даже на минимальную зарплату. А на таких условиях работают те же строители сегодня и другие работники. Третье, возможности для аутсорсинга, то есть предоставлением рабочих взаймы другому работодателю у нас тоже очень широкие. В европейских странах ставится какой-то процент внешних работников на предприятии, допустим, не больше 10%. То есть нам тоже такое квотирование лучше ввести? Да, это пример Италии, пример Швеции. То есть чтобы не было злоупотребления гибкими условиями, нужно ставить какие-то такие ограничители, какая-то часть от трудового коллектива. У нас же можно перевести хоть всех работников на какие-то зависимые условия. Вот на это я бы обратил больше внимания. Спасибо вам за эту беседу. У нас в студии был юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин. На все майские праздники полиция работает в усиленном режиме. Правоохранители следят за порядком в общественных местах. На улицах дополнительные пешие патрули, сообщает пресс-служба нацполиции. Правоохранительные органы Украины готовы к любым вызовам. Сил и средств достаточно, заявил советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк. Ранее в МВД предупредили столкновений и провокации на массовых мероприятиях. Не допустят. В Одессе предотвратили теракт возле Куликового поля. Патрульные нашли рюкзак со взрывчаткой. Пресс-служба областной полиции сообщает, на месте работают оперативники и взрывотехники. В рюкзаке были гранаты, электродетонаторы, запалы и тротиловая шашка. Боеприпасы отправили на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются. Правоохранители также просят туристов и горожан в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать в ближайшее отделение полиции. В Одесской области усилены меры безопасности. В самой Одессе улицы патрулируют почти 3000 полицейских. Их задача предотвратить любые провокации во время массовых мероприятий. Собран личный состав местной полиции, национальной гвардии, также силовики из других регионов. Каждому руководителю показали место несения службы и рассказали задачи. Среди главных целей – обеспечение максимальной безопасности граждан, которые придут почтить память погибших на Куликовом поле и Соборной площади. Также не допустить провокации, конфликтов, столкновений и террористических атак. Украинские министры пересядут на экологически чистые авто. Первые электромобили в правительственном гараже появятся уже в мае, сообщил министр Кабмина Украины Александр Саенко. Пока эксплуатация эко-мобилей будет экспериментом, в дальнейшем подсчитают экономию и проанализируют недостатки. Также на зеленые машины будут постепенно переводить и автопарк Верховной Рады. В следующем году для парламентариев планируют закупить около сотни электрокаров. 40 тысяч посетителей. Столько ожидают организаторы самого крупного технического фестиваля Украины – Old Car Fest. Выставка проходит в Киеве на фоне экспонатов Государственного музея авиации под крыльями сотни самолетов образцы эксклюзивной ретро-техники. Легковые автомобили, автобусы, грузовики, а также уникальная коллекция мотоциклов. 900 уникальных экспонатов автомобильной техники из закрытых частных коллекций, технических и автомузеев. Этой машине более 80 лет. Сколько таких «Опелей» осталось в мире – неизвестно. Всего их было выпущено 200 экземпляров. Тут уникальная очень подвеска. Если на современных автомобилях сейчас нажал кнопочку и получил результат – спорт, режим или комфорт, то здесь всё механическим путём. Надо регулировку делать, брать ключи. В данном случае эта подвеска – три режима жёсткости. Кроме коллекционного «Опеля» Валерий привёз из Запорожья «Фиат Тополина». Эта машина была доступна для многих. Автомобиль выпускался с 1936 по 1955 год. Выпустили их больше, чем полмиллиона штук. И не просто выпустили, а продали. И он действительно стал народным автомобилем. В первое время он шёл под маркой «Фиат 500». В народе его прозвали «Тополина», что с итальянского означает «мышонок». Больше всего на фестивале автомобилей советского периода. Также широко представлена экспозиция времён Второй мировой войны. Сзади меня вы видите легендарных три автомобиля, которые прошли всю Великую Отечественную войну. Или Вторую мировую, как её сейчас любят называть. Это «Полуторка», «ГАЗ-АА». В народе её знают как «Полуторка». «ЗИС-5» – это «Захар», его называли солдат. И «ГАЗ-37Б» – ещё его называли «Иван-Виллис». Николай Иванович – конструктор-любитель. Увлёкся автомобилестроением ещё в юности. Сделал первую машину на базе «Запорожца». Были самые доступные агрегаты. Получилось, что потом так вот сзади подошёл, посмотрел. Немного кривоватая. Я её разломал, наметал он. На фестиваль конструктор-самоучка приехал из Нижина на Валентине, которую создал на базе БМВ. Валентин назвал вообще жены. Почему так? Потому что она была немного недовольна, что я много уделяю времени этому творчеству. Я говорю, ты не переживай, увековечу твоё имя. Николай Иванович планирует продать Валентину. Стартовая цена – 100 тысяч долларов. На каждом фестивале около пяти машин продаётся. Человек, который покупает машину для реставрации, она стоит дёшево. То есть она в плохом состоянии, она ржавая, гнилая и всё остальное. Это одно. Человек, который продаёт реставрированную машину, она стоит 100 тысяч долларов. На «Олд Карленд» представлена линейка лазов от первой до последней модели. Коллекционер Вадим Навродский показывает свою гордость. Лаз – 699. Был выпущен в 1971 году единственным экземпляре. На нём отрабатывался этот кузов, это светотехника. В нём установлена кухня, гардероб, термоса, кофеварка. И предполагался как туристический автобус для советских граждан. Ресторатор с женой увлёкся коллекционированием шесть лет назад, когда привёз на фестиваль свой первый кофебус. Сейчас в семейной коллекции уже 14 автобусов. Был сделан один автобус, кофейбус, он был представлен на фестивале ретро-экзотика в Киеве. Я познакомился со всеми ретро-виками тогда, на этом фестивале, и они, видать, меня укусили. И так оно всё пошло. Здесь есть на что посмотреть и взрослым, и детям. Для последних организовали гонки на педальных машинках советского периода. Татьяна Блинова, Пётр Галко, ЮЭТВ. Самые интересные факты об Украине для иностранных журналистов. В информационном агентстве «Украинформ» стартовала серия мероприятий для представителей СМИ, которые приехали освещать Евровидение. Чем может удивить Украина, знают наши журналисты. Сильвестр Сталлоне, Леонардо Ди Каприо и Стивен Спилберг – голливудские звёзды с украинскими корнями. Украинцы создали первый вертолёт и самый большой самолёт. Придумали рентген, гипс, вакцина от чумы и холеры. Эти и другие поразительные факты об Украине и её достижениях собрали на выставке «Вау! Украин». Визуализировали их в пространстве для иностранных журналистов «Артхаб» в Украинформе. Мы разбили на несколько блоков. Это Украина первая в мире. Потому что там «Мрия», «Ан-225» – это действительно первая, единственная в мире такая огромная машина. У нас есть блок «Туризм», у нас есть блок «Технологии», у нас есть блок «Голливуд». Во время проведения песенного конкурса Украину планируют посетить полторы тысячи журналистов. Для них в старейшем украинском информагентстве организовали рабочие места, креативное пространство и лаунж-зону. Мы должны были воспользоваться возможностью принять в Украине журналистов из десятков стран. И при этом максимально показать им правду о том, что происходит в Украине. Ведь приедут журналисты, которые интересуются не только культурной тематикой. Именно для этого мы сделали это помещение и наполнили его содержанием и будем проводить мероприятия. В планах на время проведения Евровидения Дни Крыма и Закарпатья, показ украинской моды, концерт бандуриста и даже мастер-класс по лепке вареников. Организаторы хотят обойтись без обсуждения политических вопросов. Европейский вещатель отслеживает, чтобы конкурс не использовался в политических целях. Поэтому, например, на дне Крыма мы расскажем о нем не с политической, а с культурной точки зрения. Джамала победила с песней об истории крымско-татарского народа и о том, что это за народ. Его быт, традиции, культуру, речь никто не знает. Поэтому мы покажем вещи, которые расскажут об этом народе не только под углом репрессий. Арт-хаб уже открыт для представителей иностранных СМИ. Здесь можно не только узнать интересные факты об Украине, но и пообщаться с коллегами. Юлия Крючкова, Руслан Белозеров, UATV. Аэропорт Борисполь встречает гостей Евровидения 2017. В Киев прибыли делегации из Македонии, Ирландии, Нидерландов и Литвы. Вместе с ними исполнители, которые представят страны на песенном конкурсе. В аэропорту их ждала и команда UATV. На табло высвечивается информация о рейсе Вильнюс-Киев. До прибытия делегации из Литвы более часа. А зона встречи аэропорта Борисполь уже пестрит национальными цветами. Литовцы, проживающие в Украине, развернули флаги и открыли зонтики. Говорят, это для того, чтобы команда сразу почувствовала себя как дома. Потому что в Литве всегда у нас дождь идет. По три раза на дню, иногда и по двадцать. Лена для делегации принесла литовское лакомство – национальный торт Шакотис. Его очень любят в Литве, а рецепт знают даже дети. Он делается из муки, из полезных ингредиентов. В нем почти нет сахара. В нем есть ванилин, мука, яйца и масло. А тем временем в терминале с национальными флагами и улыбками появляется делегация из Македонии. Киев встречает гостей аплодисментами. Во главе делегации – певица Яна Бурческо. Она перевезла на конкурс песню «Дэнс Элон». С ней выступит во втором полуфинале песенного конкурса 11 мая. «Сейчас я очень бодрая после перелета и уже хочу увидеть Киев. Думаю, здесь я получу самые лучшие впечатления и опыт в моей жизни. Об Украине слышала только, что здесь цены почти такие же, как в Македонии. Это хорошо. Мы пройдемся по магазинам, познакомимся с Киевом». Не только насладиться песенным шоу, но и познакомиться с Украиной планируют также македонские журналисты. «Жду прекрасного шоу и очень хочу познакомиться и подружиться с украинцами. Об Украине знаю, что это чудесная страна с прекрасными женщинами». А вот есть женское трио из Нидерландов. В его составе три сестры – 22-летняя Лиза и на год младшей близнецы Эми и Шелли. Покорять конкурс будут песней «Lights and Shadows», написал ее отец-сестер Рик, чтобы вдохновить семью. Она посвящена матери девушек, которая несколько лет страдала от тяжелого недуга. Вдруг оживляется группа поддержки литовской делегации. Главные воздушные ворота страны выпускают к ним в объятия делегацию из Литвы. Улыбчивая и искренняя вокалистка группы «Фьюздмарк» Виктория Ивановская в Киеве впервые. «Ожидаем хорошего настроения, праздника и хороших результатов. Сами готовы и отдадим все, что у нас есть, все, что приготовили». Коллектив «Фьюздмарк» существует уже 10 лет. На Евровидении выступит во втором полуфинале 11 мая с композицией «Rain of Revolution». Наша песня о изменениях, которые происходят в душе каждого человека. О новом этапе и новом цикле, который связан, опять же, с изменениями в душе. А вот и Брэндон Мюррей, представитель Ирландии. Певец родился в 1996-м. В том же году его родина последний раз победила на Евровидении. Парень надеется, этот знак принесет ему удачу. Ярослава Гульбик, Дмитрий Грешко, Юэй-Ти-Ви. Украина ждет вас на Евровидении 2017, а команда Юэй-Ти-Ви у экранов завтра. Редактор субтитров А.Семкин